Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужем нет близости, я полагаю, интимной. Хотя, может быть, тут речь и про эмоциональную. Я в декрете очень устаю, что желания нет. Тут вопрос в том, как вы распределяете свои нагрузки. И уход за ребенком. Вам нужно отдыхать, находить время для отдыхать. Для того, чтобы отдыхать. Нет желания постоянно спать дома в спальне одно и то же. Ну, то есть тут речь про однообразие. А однообразие это следствие совершения взаимодействия с партнером. То есть, когда между вами и партнером нет какой-то такой живости в общении. Да, то есть вы не делитесь, не проявляете свои импульсы, свои какие-то порывы. То есть вы не свободны в отношении к, ну, с мужем. Интересный момент, когда это свыжение началось. То есть, ну, имеется в виду, с какого момента оно началось, это свыжение, да? То есть, в начале, наверное, все было хорошо у вас. И проблемы, получается, начались на определенном каком-то этапе. И вот, когда это с рождения ребенка началось в проблемах. Если так, то нужно здесь рассмотреть, что значит ребенок для вас, что значит ребенок для вашего мужа. Ну, и помнить, что рождение ребенка это определенный кризис. Кризис в отношениях. А для, как бы, супругов, вот, потому что появляется третий человек. И этот кризис необходимо помочь прожить как вам, так и вашему мужу. Еще заметил, что я честно хочу выпить алкоголь, чтобы лечь с ним и чувствовать себя расковывание. Опять же, здесь несколько моментов. Пьете ли вы алкоголь только для того, чтобы чувствовать себя расковывание? Или пьете ли вы алкоголь для того, чтобы чего-то избежать? А для чего вам нужно быть расковыванием? То есть, вы сами считаете себя расковыванием? Или вы думаете, что этот муж требует от вас больше раскованности? А с чем связана ваша раскованность? Это самооценка или недовольство? Если вам не нравится одно и то же, как минимум это можно обсудить с вашим мужем. Инициатор практически всегда, муж, мне хочется прощать, чтобы меня никто не трогал, чем идти в спальню. Ну, опять же, смотрите, это вопрос именно ваших нагрузок и организации ухода за детьми. Сколько лет вашим детям вы не пишете, но от этого довольно многое зависит от того, сколько лет вашим детям. Двое детей было с шеей, я устаю за целый день, что сил уже ни на что нет. Ну, опять же, я об этом не говорил. Говорю об этом мужу, он не слышит. А что вы говорите, как вы говорите, как именно он не слышит? Давайте разбираться. Ощущение, что только нужду надо справить, а то что я психически страшен, и мы, видимо, все равно. Не факт? Абсолютно не факт, что ему все равно. Тут, повторюсь, нужно разбираться, что, как вы говорите. А лучше всего вам вместе с мужем обратиться на семейную психотерапию для того, чтобы вот вместе с семейным психологом, да, проработать все ваши трудности. Ну, как минимум, научиться коммуницировать. Сейчас живем как соседи, общаемся с купой по делу или насчет детей. Помогите разобраться. То, что вы пишете, что живете как соседи, общаясь с купой, опять же, здесь половина вашей ответственности, что вы делаете для того, чтобы это было так. И вот вы говорите, помогите разобраться. А в чем? Чего вы хотите? Вы же не задаете вопрос. Чего вы хотите? Отношения с мужем гармонизировать можно, но это определенная работа. Как с вашей стороны, так и с его. С его стороны не обязательно, если он не хочет достаточно работать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует.